В эфире телеканала Самара ГИС. При своем мнении Инга Пеннер, здравствуйте. Хотели как лучше, а получилось по-разному. В конце лета свою передачу я посвятила грядущему капитальным ремонту. Но тебе пришло время подвести предварительные итоги. 14 самарским многоэтажкам повезло. Они успели вагон уходящего поезда и под занавес федеральной программы получили бюджетные миллионы на то, о чем мечтали десятилетиями. Ведь дома эти только выглядят прилично. Начинка вся прогнила от канализации до стояков. Капитальный ремонт не делали за 30-40 лет ни разу и поэтому ждали его как ману небесную. Но теперь о том, чего дождались. Есть много хорошего, но начну я с коммунального триллера, что приключился в отдельно взятом доме на больничной 20А. Так, показываем работу унитаза 21 века. Но это еще терпимый вариант. Когда здесь почти неделю не было канализации, весь первый подъезд дома погрузился во времена мрачного средневековья. Подручными средствами пользовались. Дети в баночку, в бутылочку. Потом это все выливалось. Сосед вообще это все на голову попал. Хорошо, он говорит, я был в капюшоне. Ну, у нас народ не весь может спускаться и куда-то выливать. Кто-то просто с балкона вылил. Так что у нас очень весело и хорошо. Бегали по супермаркетам, бегали по соседям, кто где дом есть. Кто вот у нас живет на девятом этаже, кто не в состоянии куда-то идти или еще что-нибудь. Все это у нас спускалось сюда. То есть, пожалуйста, хлорка, белизна. Это были мои любимые препараты для уборки. А все потому, что рабочие не везде поставили заглушки. А о том, чтобы организовать подвоз воды, здесь без нее сидят уже десятые сутки. Местная ТСЖ мой дом даже и не подумала. Живем и питаемся как туристы. Вот смотрите наш холодильник. С детьми мы уже 10 дней питаемся тушенкой. Вот, пожалуйста. Кашу, кашу какую-нибудь. И вот разогреваю в микроволновке. В таких же спартанских условиях оказался и крайний подъезд больничной 20А. Здесь без отопления люди замерзают и подсчитывают убытки. Сколько электроэнергии израсходовали, сколько нервов. Вот у нас 16 квартир в таком виде, как у меня. Я понимаю, неудобства с капремонтом связаны. Все. Мы это все прекрасно понимаем. Пережить это надо. Но не до такой же степени. Остальным жителям весь этот кошмар еще только предстоит. Но здесь уже задыхаются от строительной пыли. Вот видите, как это мусор. Вот его оставили. Ну, то есть здесь можно, конечно, пройти. Но были дни, когда, в общем, пройти было совершенно невозможно. То есть это все лежало горами здесь. Здесь все навалено так, что даже к ящикам нельзя подойти. Лампочки валяются какие-то разбитые. Ремонт любой, как бы он без грязи невозможен. Но ведь есть, которые должны быть люди, специально обученные, которые должны убирать это все. Вот я, например, у меня аллергия. Я не могу вот этим всем дышать. Мне приходится самой выходить. Я несколько раз выходила, мила, мыла. Причем они проштарабили один раз. Это столько пыли было. Я все абсолютно правила. Пыль была такая, что не милая была. Через трансляцию они смогут здесь штарабиться. Это снова просто дышать невозможно. Стихийное собрание на больничной 20А. Люди возмущаются. Капитальный ремонт им обещали закончить к 20 октября. Ноябрьшный исходе. А хаоса, неразберехи, конца и края нет. В результате все разрушено. Никакой системы нет. Попросили его, пожалуйста, ну сделайте сначала хотя бы один объект работы. Ну дайте людям отопление. Потом сделайте один стояк с водой. Потом сделайте другой стояк с водой. Закончите работу, пожалуйста, с подвалом. И может ли это делайте канализацию. Но нельзя все сразу людей. Отнимать воду, канализацию. Конечно, даже дом бюджетный стоит. Идея, конечно, идея. И конечно, мы мечтали, чтобы этот ремонт был. Мы все понимаем, что грязь, временные трудности, даже вот эти вот с туалетом и прочее. Нужна информация. Нужно каждый день выходить к людям. Какое-то время назначить. И там полчаса, 10 минут, 20 минут. Все соберутся. Ну немножко пошумят, пар выпустят. Но объяснить человеку, как движется, что. Мы готовы за один день, говорят, можно канализацию взять. Мы готовы все быть дома, чтобы, значит, за один день все это сделать. А получается как, что в первом подъезде там вот 6 дней без канализации. И никто не может объяснить, как ходить в туалет, как мыться, как собираться на работу. То есть нет, вообще никто. Все спрашивают, никто ничего не знает. Или к Новому году сделают, или к 1 мая. Нет уверенности. Нет, конечно, лучше бы. И никто не гарантирует. Да тепла. Не с кого спросить. Председателя ТСЖ нет у нас здесь. То есть вот сколько... Ну вот он где-то. То есть вот сколько мы его встречали, сколько мы ему звонили. Вот я ему звоню там периодически. Он говорит, я не буду... То есть я не могу вам ответить на какой вопрос. Есть подрядчики. Дал телефон. Есть некий Антон, есть некий Валера. У нас есть телефоны. Но они же тоже не особо хотят с нами разговаривать. Люди вынуждены сами разыскивать хозяев пустующих квартир, договариваться с подрядчиками и вести расследование, почему нет отопления. По дому пронесся слух. Якобы все дело в фирме, занимающей первый этаж. Она не пускает подключиться к своим коммуникациям. Вооруженные заявлением в прокуратуру, жители штурмуют офис коммерсантов. Пойдемте. Ну если нас пустят. Надо постучаться куда-нибудь. Слушай, на фронте. А вот здесь. А сейчас попробуем. Я вам защищусь. А с кем можно пообщаться? Может быть, зам какой-нибудь или еще кто-нибудь? Ну давайте, я сейчас попробую знать. Вот мы же и сами просто пришли, задали. Под ликами грозных вождей народ призывает капиталистов к ответу. Две недели мы сидим в холоде из-за вас. Из-за того, что вы в нарушении закона из-за вашей фирмы. Что нельзя вниз на первый этаж подключиться. Вы не разрешаете подключаться. У нас все готово. У меня об этом совершенно ничего не известно. К вам юрист приходил. И они сейчас... Ко мне никто не приходил. Я ни с кем не разговаривал. Короче, мы завтра несем заявление в прокуратуру. На вас вы нарушаете закон. Вы не имеете права отказывать нам. Вы в жилом доме находитесь, а у вас не отдельный коттедж. У вас разговоры. Вы встаете правительство сажаем? Да, Александр Валентинович. Пожалуйста, решите с ним вопрос. Потому что он нас уверяет, что именно ваша контора не подписывает акт и не пускает сюда исполнителей. Когда вы мне перезвоните? Сегодня. Представитель фирмы, пожелавший остаться инкогнито, впрочем, слово сдержал, перезвонил через час. И, пересказывая свой разговор с председателем ТСЖ Александром Филоненко, еще больше запутал ситуацию. Он сказал, что отопление они не включают, потому что они еще в подваре доваривают магистральные трубы. Доступ в наше помещение ему не обязательный. А гражданам он рассказывает эту историю, что он не включает отопление только из-за нас, потому что еще не доделаны работы, чтобы они его не спинали тут около дома. Ну а теперь по всем законам жанра пришла пора познакомиться с председателем ТСЖ, на чью голову шлют проклятие жителей. Но господина Филоненко так просто голыми руками не возьмешь. Идем к нему домой, на больничную 20. Здесь, кстати, тоже капремонт. Но какой контраст. Здесь живет наш председатель. Здесь тепло. Здесь сухой подвал. Можно посмотреть, заменены уже все трубы. Чистота, тепло, уют и счастливые жители. Канализацию уже давно поменяли. С месяц. С месяц, да? С месяц. И воду вот эти стояки. Нет, когда поменяли, у нас отопления не было. Канализацию сделали сразу, буквально за один день. Повезло тем, кто живет под одной крышей с председателем. А вот нам не очень. Дома господина Филоненко не застаем. На рабочем месте его тоже нет. Бухгалтер даже и не знает, появится ли он сегодня. Звоним на Солтовой. Но этот разговор конструктивным не назовешь. Юрик, Юрик, вот у меня в планах нет встречаться с телевидением, да? Вот тем более, по-прежнему, по-всякой. У меня достаточно му**ов, которые, это, бежут, крахлузы на меня, сочиняют, вот преувеличивая, если какие-то подробности нужно, звоните. Александр Алексеевич, ну вот я вам сейчас как-то раскатила. Давайте попробуем еще раз его набрать, потому что вопросов-то осталось много. Идем на военную хитрость. Звоним с другого телефона. Девушка, вот вы поймите, что вы не тем занимаетесь. Вы не тем занимаетесь. Вас вызвали, вылез говно на меня, понимаете? Вот. Ну, вылезет, так вылезет. Мне, честно говоря, на это наплевать. Ну, никакая-то надежда на светлое будущее-то есть, когда все это закончится. Светлое будущее наступит, когда построят коммунизм. Вы же знаете, вам оговорили. Вы вообще-то еще не жили в то время, а нам обещали. Когда-нибудь его обязательно поставят. Ну, а капремонт-то закончится к Новому году хотя бы? Закончится. Не пройдет и двух лет, как он закончится. Вы только поймите такую простую вещь. Сейчас вот это вот самое говно на меня хотят излить. Это мои недоброжелатели, назовем их так условно. Полные придурки. И раздражает их ровно то, что начался капитальный ремонт. Ну, может быть, все-таки мы с вами встретимся? Какие недоброжелатели? Это просто ответная реакция на его хамское поведение и отношение к людям. Вот и все. Человеку на жителей наплевать абсолютно. И потом говорят о каких-то кознях. Все ли это не проводилось, никакого технического обслуживания домов. На наш вопрос нам отвечалось, ждите капитального ремонта. В результате сейчас ребята не могут... Вот сейчас вы сами находились в подвале, у нас там можно просто плавать. У нас там бассейн, конечно, кто любитель грязи, нелечебный. А им нужно работать с электрооборудованием, поэтому у нас все тормозится. То есть вообще никакой подготовки ни к чему нет. Александр Валентинович, уважаемый, вот лично у меня к вам нет никаких отрицательных эмоций, как к Александру Валентиновичу. У меня претензии к вам только как к председателю. Если человек находится на должности председателя, я думаю, что он должен контролировать этот процесс и регулировать его в интересах жильцов, а не только в интересах каких-то личных, своих. А если не получается, значит призывать на помощь нас, да, или призывать на помощь какие-то контролирующие другие органы. На помощь контролирующие органы уже призвали. В городском департаменте ЖКХ обещает вызвать всех виновников хаоса на ковер. В любом случае разберемся в ситуации, потому что понятно, что такое благое намерение, как капитальный ремонт, может приводить к определенным неудобствам. Но наша задача эти неудобства свести к минимуму. Мы со всех сторон разберемся более полно в данной ситуации и примем соответствующие административные или организационные меры. Богдан Корчуганов в департаменте ЖКХ, он отвечает за качественное проведение капитального ремонта, признается. Ситуация на больничной 20А и впрямь клинический случай. В остальных домах, попавших в программу, все по плану и уже подошло к финишной черте. Одним из первых будут принимать вот этот дом на аэродромной. До окончания ремонта здесь остались считанные дни и незначительные штрихи. Здесь поменяли кровлю, окна в подъездах обновили фасад, о коммуникациях позаботились еще до капремонта. И все это быстро и с минимальными неудобствами для жителей. Существенная деталь. Чтобы не пачкать краской, здесь даже кондиционеры заботливо укутывают. Что уж говорить про строительный мусор, который вывозили по мере поступления, а не накопления. Жители Хрущевки тоже не оставались в стороне. Вместе выбирали цвет фасады. Как солнышко, как подсолнушек. Цвет тоже с вами согласен. Выбирали, выбирали. А как же цвет? Свет выбирали все вместе. Вместе контролировали подрядчиков. Активные, дружные. Проверяем. Да, все ходят, проверяют. С утра у нас проходит проверка. Нет, мы очень довольны. Теперь пожинают плоды. Без криков. Без криков. Спокойно, тихо все. Самое главное, без скандалов. Без скандалов. Вот это самое главное, что без скандалов. Без скандалов. Мы считаем, что у нас дом, в принципе, сделает у нас дом в идеальном состоянии. В любую квартиру можете постучаться, спросить. У нас все обоюдно, все дружно, легко. Вы понимаете, у нас даже нет должников в доме. Вы можете поверить? 80 квартир. Нет такого. Спросите любых. Я живу председателю. Почти 50 лет мы живем тут. И первый такой ремонт для нас. Мы, конечно, просто счастливы. Не было счастья, да несчастье помогло. На другом конце Самара. В первом доме, что на улице Спортивной, капремон тоже, как и на больничной, начинался со скандала. А заканчивается миром. Эти кадры я сняла в августе. Затопленные квартиры, гнилые трубы и полное нежелание коммунальщиков идти на контакт. И с жителями, и даже с метапредстоящего ремонта не показывали. И с журналистами. Не скажу, что в управляющих компаниях меня встречают с хлебом и солью. Но в МПО ПЖРТ в этом смысле тогда особо отличились. Ты кто такой, чтобы снимать меня здесь? Есть закон о средстве массовой информации. Мы вынесли с ним в своем доме. Берите, пожалуйста, руку. Ты кто такой, чтобы меня снимать? Еще летом я сама лично снимала передачу про этот дом. Здесь был просто коммунальный ад. Причем даже дело было не в том, что дом изношен, а в том, что жители не слышали управляющие компании, не шла на контакты с нами. Тоже там в том числе обошлись весьма грубо. Наверное, видели. Вот я так понимаю, что все-таки в итоге пришли к какому-то компромиссу. Наверное, не без вашей помощи. Скажем, много пришлось поработать в данном вопросе. Но действительно на данном доме выполнение работ по капитальному ремонту начиналось сложно. Наблюдались срывы сроков производства работ. Ну, как вы сами видите, эти сроки все наверстались, вышли полностью на финишную прямую. До идеала здесь на спортивной, конечно, еще далеко. Но в доме уже поменяли все стыки, причем без всяких проволочек. И обещают закончить ремонт в ближайшие дни. Но самое главное, теперь глава управляющей компании, господин Таганов, больше не бегает от жителей и пересмотрел свое отношение к журналистам. В моем отсутствии, что-то там кто-то себе позволил, я это там потом... Ну, не тактично, очень даже не тактично. Ну, может быть, я, конечно, извиняюсь за своих сотрудников. Смотрю, общий язык вы нашли, я понимаю, да? Этот конфликт, этот конфликт, пошел на пользу обеим сторонам. Обеим сторонам. Обеим сторонам. Пошел просто конфликт, да. Было непонимание, ругались мы там все. Ну, каждая, как говорится, они свою точку зрения отвоевали, мы свою. Но, слава богу, почему я вас и приглашаю, понимаете, в чем дело? Когда, как говорится, вы негласны, третья власть, как говорится, когда уже вы где-то задействованы, как говорится, все равно уже дисциплинирует, подтягивает, какая-то уже ответственность знает, что все равно нас кто-то проверит. Не безнаказанно. И уже движение какое-то уже идет. Как говорится, начальство тормошится. А нам что и надо? До выходных, до пятницы, значит, сегодня подрядчики, значит, заверили, что работы будут выполнены. Поэтому я думаю, что мы... Опять вопрос. Какие работы будут... А какие стояки только и все. А до лежаков никто еще даже не дотрагивались. Дотронуться. Большущая вот сейчас просьба к вам, раз вы записываете все. Вот по окончанию, пожалуйста, тоже приедьте. Давайте, как говорится, грамотно весь контроль, чтобы наши денежки не уплыло. Я говорю, мы считать тоже умеем. Подписывать. Вот представитель, когда из городской администрации был, он сказал, что без нашей подписи никакие не примут такты. Это очень хорошо. Обязательно воспользуюсь приглашением жителей. И очень хочется, чтобы эта коммунальная история и впрямь закончилась хэппи-эндом. Равно как и капремонт на больничной 20А. В департаменте ЖКХ пообещали придать волшебное ускорение и подрядчикам, и заказчикам. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. И что-то мне подсказывает, что председателю ТСЖ, умудрившемуся превратить такое благое начинание в форменный кошмар, предстоят нелегкие времена. Жители, по крайней мере, настроены решительно. Два года назад они уже избавились от одного нерадивого управленца. Мы очень долго судились, проводили собрания и тому подобное, но вот в результате поменяли шил на мыло. Конечно, тяжело найти такого хорошего человека, но можно попробовать с управляющей компанией. От нее легче избавиться, чем от председателя, который дорвался уже до денег, и которого от этой кормушки очень тяжело оттащить. Худой мир, конечно, лучше доброй войны, так что работу над ошибками нужно проводить незамедлительно. С меня продолжение истории. А на сегодня все. Удачи вам. Увидимся.